Движение нередко бывает парализовано на улице Дзержинского в Иркутске. За последнюю неделю там произошло сразу несколько крупных ДТП. В чем загадка опасной улицы и почему она так и притягивает аварии, расскажет Лада Рыбакова. Нелепая смерть на тротуаре. Одна женщина погибла, вторая в реанимации. Для иркутян это повод вспомнить недобрым словом автобусный маршрут номер 80. В этот раз водитель не виноват, но уж слишком часто эти автобусы попадают в дорожные сводки. Невезение оказалось заразным для целой улицы Дзержинского. На третий день после аварии у местных жителей возникло чувство дежавю. Буквально в 100 метрах от того места, где погибла женщина, случилось подобное ДТП при схожих обстоятельствах. Неудачный выезд со второстепенной дороги, не кстати подвернувшийся автобус того же маршрута и снова пострадавшие. В больницу отправилась водитель иномарки. Она, как и в первом случае, проигнорировала знак «Уступи дорогу». Он будто заколдованный и невидимый, считает Лилия Альясова. Она работает неподалеку и уже потеряла счет авария. То есть у меня офис там и слышно всегда скрип, скрежет, авария. То есть здесь тяжелая дорога. Тяжелая не только для тех, кто едет, но и для тех, кто хочет припарковаться. Им будто кто-то в ухо нашептывает. Закрой обзор для тех, кто выезжает со второстепенной. Один водитель только с помощью нашей камеры справился с соблазном оставить машину прямо на пешеходном переходе. От наваждения телефонных разговоров за рулем, увы, камера не помогла. Не избавило и от наглости. Этот водитель уверенно выехал под колеса автобуса. В мистику и невезение не верят полицейские. Решили обезопасить примыкающие к Дзержинскому улице простым законным путем. Нами принято решение знаки на прилегающих улицах, таких как Лапина, Грязнова, Киевская, заменить знаки 2.4, уступить дорогу, на знаки 2.5. Это движение без остановки запрещено нанести соответствующую разметку. Также рассматривается вопрос о размещении на этих улицах искусственных неровностей. Знаки и разметка появятся на днях. Лежачие полицейские, скорее всего, до конца года. Лада Рыбакова, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Новости по будням.